Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на четвертом этаже нашего огромного шестиэтажного склада. Здесь у нас двери, капоты, багажники, ручки, дверные карты и очень много интересных запчастей именно для вашего автомобиля. А также в компании «АвтоСтронг-М» отличный сервис и быстрая доставка. Прямо сейчас мы разберем мотор, который мы разбирали два года назад и решили вернуться с ним в 2020 году с более подробной информацией. Расскажем обо всем. Тот мотор был с Fiat, этот с Opel. Итак, встречаем Opel 1.3 CDTI. Популярный дизельный двигатель объемом 1.3 от компании Fiat появился в 2003 году. Его устанавливали на десяток автомобилей таких марок как Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Opel и Suzuki. Маркетинговые названия данного мотора 1.3 Multijet, 1.3 CDTI и 1.3 DDIS. Все это один и тот же мотор. Он создан при сотрудничестве Fiat и General Motors. Имеет алюминиевый гильзованный блок, 16 клапанов в головке блока, цепной привод ГРМ, топливная система Common Rail от Bosch и данный двигатель оснащен одним турбокомпрессором BorgWarner. Прямо сейчас мы будем разбирать силовой агрегат 1.3 CDTI, снятый с Opel Corsa D 2008 года. Расскажем о всех его слабых местах и эксплуатационных особенностях. Данный двигатель служит хорошо и долго, но противоречивых мнений не хватает. Конечно, все зависит от обслуживания. Очень много этих моторов умерло от обрыва цепи ГРМ. Двигатель 1.3 Multijet не тяжелый, поэтому подушки его опор резиновый служат 300 тысяч километров. На износ подушек указывают сильные вибрации при остановке двигателя. Обычно сначала сдается задняя подушка, но лучше поменять их все три. Известная проблема двигателя 1.3 CDTI в том, что он плохо реагирует на педаль акселератора. Также появляется ошибка, указывающая на неправильные сигналы с датчика положения акселератора. Как правило, причина данной проблемы в плохих контактах в разъеме ЭБУ, а также в блоке предохранителей. Отлично помогает очиститель контактов. Ничего чинить не надо. Датчик массового расхода воздуха на двигателе 1.3 CDTI может стать причиной плохого запуска двигателя, а также снижение тяги. Неопытные сервисмены при таких симптомах предлагают отремонтировать топливную систему, также заглушить EGR и вырезать сажевый фильтр. Но при внимательной диагностике оказывается, что виноват именно ДМРВ. Двигателю 1.3 CDTI характерны провалы мощности при высоких нагрузках. Например, при обгоне мощность двигателя просто исчезает. Но это исчезает не мощность двигателя, а двигатель переходит в аварийный режим из-за того, что параметры наддува не соответствуют требуемым. При этом практически всегда фиксируется ошибка P0243, указывающая на проблемы в системе управления турбиной. Причины передува либо недодува турбины, помимо самой турбины, могут быть еще в вакуумной системе управления актуатором. Также может быть утечка вакуума под трубком от клапана к актуатору. Также сам клапан может некорректно работать. Помимо электрических проблем и закисания контактов в разъеме, сам клапан может засориться, потому что он очень плотно работает с атмосферой и находится не в самом чистом месте. Обычно на правом лонжероне. Поэтому владельцы автомобиля его часто переносят в более чистое место. На двигателях 1.3 используются турбины BorgWarner. Если мотор менее 90 лошадиных сил, используется турбина КП35 с перепускной заслонкой. Если более 90 лошадиных сил, то BV35 с изменяемой геометрией. Турбина с перепускной заслонкой – это самый беспроблемный вариант. В ней ничего не закисает. Проблемы с ней исключены, потому что турбина управляет сама собой. Избыточное давление в компрессоре давит на мембрану актуатора и открывает перепускную заслонку. Если эта турбина изнашивается, то только из-за проблем со смазкой. То есть масло плохого качества, высокое давление картерных газов и противодавление выхлопной системы. Все эти факторы убивают такую простую и надежную турбину. Турбокомпрессор BorgWarner BV35 более хлопотный. Он с изменяемой геометрией. Иногда лопатки геометрии загрязняются сажей и тогда нарушается свободный ход лопаток. ЭБУ фиксирует эту проблему по некорректному давлению наддува, а также по датчику положения геометрии, который находится на вакуумном актуаторе. Для устранения заедания данную турбину надо разбирать и чистить. Также может закиснуть шарнир штока привода геометрии. Специалисты рекомендуют его поливать ВД-шкой. Эти турбины при нормальном обслуживании ходят 300 тысяч километров. На двигателях 1.3 CDTI установлен надежный ТНВД Bosch CP1H3. Этот ТНВД ходит реально очень долго, но может дать течь топливо по уплотнениям между ним и ГБЦ. Также при очень больших пробегах этот ТНВД может дать течь топливо по его корпусу. Для решения данной проблемы надо установить оригинальный ремкомплект прокладок, который стоит всего лишь 12 долларов. Правда, для этого надо разобрать полностью ТНВД. На данном двигателе установлены надежные форсунки Bosch. Они легко обслуживаются, но проблемы с ними случаются. Основные проблемы, которые случаются с данными форсунками, это потеря гидроплотности, из-за которой форсунки сливают много топлива в обратную магистраль. Из-за этого двигатель плохо заводится и теряет тягу. Также при максимальной нагрузке может вылететь ошибка по недостаточному давлению в топливной рампе. Раз в 80 тысяч следует поменять огнеупорные шайбы, чтобы не допустить прогорания их из-за коксовывания гнезд форсунок. Но очень важно устанавливать оригинальные шайбы подходящей высоты, потому что если шайбы неподходящей высоты, то форсунки будут неправильно распылять топливо в камеры сгорания. Из-за этого двигатель будет дымить без каких-либо ошибок. Топливная рампа на двигателе 1.3 CDTI известна своими хрупкими штуцерами, которые нередко обламываются при откручивании вот этих прижимных гаек. Не надо их лишний раз трогать. Форсунки прекрасно снимаются при откручивании вот этих гаек на топливопроводах. Если вы все же столкнулись с обламыванием штуцеров, то лучше купить новую топливную рампу, немножко бэушную, в «АвтоСтронге». Топливная система двигателя 1.3 CDTI оснащена одним регулятором. Данный регулятор следит за тем, чтобы в рампе было подходящее давление, соответствующее нагрузкам на двигатель. Такой регулятор от оригинального производителя стоит всего 100 долларов. Это не может не радовать. Неисправный регулятор является причиной нестабильной работы двигателя. Данный регулятор может стать жертвой некачественных топливных фильтров, которые отбрасывают ворс. Этот ворс попадает в сетку фильтр клапана регулятора. Тогда клапан регулятор не может обеспечивать нужного давления в топливной рампе. Из-за этого двигатель переходит в аварийный жим, нестабильно работает и глохнет. Загрязнение регулятора легко устраняется. Его надо снять с рампы и почистить сетку бесконтактно. Также возможны течи между рампой и клапаном регулятором. Течит топливо. Но чтобы решить эту проблему, надо просто купить прокладку и два уплотнительных кольца, которые доступны в продаже как отдельные запчасти. Прокладки теплообменника масляного фильтра сдаются уже при пробеге в 200 тысяч километров. Они тогда начинают пропускать масло не только наружу, но и в систему охлаждения. Поэтому при любом удобном случае надо их поменять. Например, при замене антифриза. Клапан EGR на двигателе 1.3 CDTI имеет электромагнитный сервопривод и обратную связь. Соответственно, при любых неполадках с клапаном фиксируется ошибка ВБУ. Обычно это ошибка P0400. Возникает она тогда, когда клапан совсем неподвижен. Чтобы решить данную проблему, надо просто почистить клапан. Стоит отметить, что если ошибка пропадает, а двигатель тянется, все-таки вяло и с перебоями, то клапан имеет недостаточную подвижность. Также клапан EGR, заклинивший в открытом положении, может стать причиной того, что двигатель перестанет запускаться либо же начнет глохнуть сразу после запуска. Владельцы решаются отшить клапан EGR для того, чтобы исключить ошибки в его работе и спасти впускной коллектор от загрязнения сажей, которая смешивается с парами масла. Как вы уже, наверное, заметили, мотор мы еще не начинали разбирать, но уже многое о нем рассказали. Мотор некомплектный и практически всю навеску мы нашли на нашем огромном складе. Сейчас мы продолжим разборку, потому что этот мотор таит в себе еще очень много всего интересного. Прямо сейчас в нашей разборке нам будет помогать уже очень полюбившийся вам, постоянный член нашей команды Николай. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Система вентиляции картерных газов на двигателе 1.3 CDTI может закупориваться и замерзать. Закупориваются обычно трубки, которые входят в маслоотделитель, но чаще всего эта система замерзает. И обычно это происходит при движении по трассе. Холодный воздух проходит через трубку, по которой отработавшие газы попадают во впуск. Отработавшие газы содержат влагу и пары масла, которые перемерзают. Из-за этой пробки растет давление в картере, которое в первую очередь выдавливает масляной щуп, а затем маслом выдавливает сальники. При этом двигатель может заглохнуть. Для версии двигателей для холодных стран предусмотрен подогрев сапуна. Но если его нет, некоторые владельцы устанавливают. Также может помочь установка более производительного и эффективного маслоотделителя, который предотвратит попадание масла во впускной коллектор. Вакуумный насос и помпа в данном двигателе ни в чем криминальном не были замечены. Стоит отметить, что у помпы пластиковая крыльчатка. Цепь ГРМ на данном моторе вызывает очень много вопросов. Растягивается она или нет? Когда ее менять? Ходят слухи, что производитель рекомендует менять эту цепь каждые 120 тысяч километров. Также ходят слухи, что на некоторых моторах эта цепь прошла 500 тысяч километров. На практике ресурс цепи заканчивается примерно при пробеге в 200 тысяч километров. И ее лучше поменять превентивно, потому что она сразу рвется. И очень много случаев, когда мотор именно погиб по этой причине. Растянутая цепь этого мотора не слишком шумно гремит. Поэтому, естественно, владельцы не всегда замечают это вовремя. Ресурс цепи сильно сокращается, если владелец очень часто ставит машину на передачу под уклоном, а также ездит в натяг на высоких передачах. Вылет натяжителя цепи можно увидеть через смотровое окошко. Но чтобы получить к нему доступ, надо снимать опору двигателя. Выступ натяжителя цепи, как в нашем случае, максимальный 20 миллиметров примерно, а с новой цепью 3 миллиметра. Цепь ГРМ надо менять вместе с направляющими и натяжителем. Также надо обратить внимание на износ этих шестерен и заменить их при необходимости. Обратите внимание, что цепь у нас вяленькая. Вот это максимальное выступание плунжера. Обратите внимание, что плунжер без топора противохода и плунжер не люфтит. И еще пару особенностей. Обратите внимание, что здесь есть маслофорсунка, которая орошает цепь, и резьба болта коленвала левоходная, то есть закручивается в левую сторону. Масляный насос на двигателе 1.3 CDTI находится в крышке ГРМ. Здесь же находится редукционный клапан. Так вот, есть случаи заклинивания плунжера редукционного клапана. Он может заклинить как в положении максимального сброса давления, так и в начале своего хода. Симптомы разные. Это соответственно полное отсутствие давления в каналах смазки. Об этом предупреждает красная масленка. Если красная масленка загорается на несколько секунд, значит надо срочно померить фактическое давление смазки. Если она горит постоянно, то надо срочно перестать эксплуатировать мотор и заглушить его. Во втором случае, если редукционный клапан не сбрасывает вообще давление смазки, то это давление продавливает все уплотнения. Первыми сдаются уплотнения масляного фильтра. При работающем двигателе маслонасос может выдавить все масло из картера за несколько минут. В обоих случаях осмотр клапана показывает, что он поцарапан либо загрязнен, что вызывает подклинивание. В особо запущенных случаях даже чистка не помогает и приходится покупать целую крышку ГРМ, вот эту металлическую, потому что она является одной деталью вместе с маслонасосом. В данном случае с клапаном все в порядке, поэтому прекрасная крышка с маслонасосом ждет вас в «АвтоСтронг-М». Очень редкая неисправность на двигателе 1.3 CDTI – это биение распредвалов. Распредвалы искривляются на несколько сотых в своей задней части. Что тогда происходит? Двигатель отлично заводится на холодную, но глохнет через полминуты и затем не заводится опять, потому что в третьем и четвертом цилиндре пропадает компрессия. На следующий день возможно завести двигатель из-за того, что из гидрокомпенсаторов ушло масло. А если масло ушло, то гидрокомпенсаторы не будут как следует подпирать клапаны, то есть гидрокомпенсаторы будут временно компенсировать биение распредвалов. Но двигатель потом опять заглохнет. Это очень редкая неисправность, потому что мало кто доходит до проверки распредвалов. По состоянию же этих распредвалов все огонек. Данная ГБЦ ходит отлично и состояние у данной изумительное. Что интересно, два года назад мы разбирали практически такой же мотор. И он тоже был в огромном состоянии. Ход как с завода и никакого нагара на донышках поршней. Это называется «бугельная плита» и на нее опирается коленвал. Несмотря на идеальное состояние ГБЦ и цилиндров, здесь на вкладышах коренных есть задиры. По состоянию поршней и коленвала здесь все практически идеально. Единственное, что есть небольшие потертости на шатунных вкладышах. Но посмотрите, даже графитовое напыление на поршнях в перво с данным виде. Ну и блок выглядит свежим и чистым. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно надежный мотор. Меняйте в нем масло чаще и прислушивайтесь к цепи. И он будет ходить много сотен тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».